Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 февраля. Я специально разделила сюжеты про огород на балконе на несколько тем. Вот этот сейчас видеоролик будет посвящен тому, чтобы вы посмотрели, сколько томатов могут дать вот эти вот у нас кусты, которые в ведрах растут. Потому что я больше чем уверена, кто-то впервые нынче будет высаживать вот в такие в емкости свои томатики. Кто-то может быть даже в прошлом году видел видеоролик, а кто-то не видел. Кто-то вообще не знает, как, с чего начать и вообще стоит ли это делать. Потому что может быть там некоторые думают одна или две помидорка. Вот только для этого я вам сейчас покажу прошлогоднее видео. Вы посмотрите, сколько можно получить томатов, как они буквально кусты облеплены вот этими плодами, помидорами. И что это действительно можно все лето вот с таких нескольких ведер получать урожай томатов. И следующее видео потом о выборе сорта будет. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 июля и пришел такой вопрос после вчерашнего видео. Я выложила видео «Томат гном поспел в открытом грунте». И Клава пишет, что если она будет выращивать его на балконе, как сформулировать, даже не знаю, сколько литровую тару нужно для одного куста гнома? Мне, конечно, интересен этот вопрос, но я все равно на него отвечу очень подробно. Хотя он такой, я его воспринимаю как чисто риторический, который без ответа должен быть. Смотрите, Клава, во-первых, ведь это все зависит, я уже вам написала, но сейчас скажу для всех, может быть, кого-то еще этот вопрос как волнует. Все зависит, во-первых, от тары. Куда вы его посадите, я не знаю. Если вы ему дадите, например, 20-литровый объем, куст может вырасти большой, полноценный, и может быть он даже вырастет у вас больше, чем на улице, и даст больше плодов, потому что на улице там и ночью прохладно, и бывает, что и град, и все на свете, а тут все-таки он у вас как в тепличных условиях на балконе, вы его будете холить или леять, и возможно вы дадите такой урожай он вам даст, что даже и на улице не получаем. Но если вы этот же томат посадите вот, например, вот в такую, уже меньшую, в 5-литровую тару, и у него корневой системе питания будет недостаточно, то возможно он будет, у него урожай будет поменьше, и все это индивидуально, какой грунт вы покладете туда, вот наложите ему, или это будет жирный перегной со всеми там вкусными, ну с вкусняшками, которые он любит, тогда, конечно, плоды будут крупнее, и банка вам понадобится очень большая, но если грунт будет бедный, песчаный, вы не будете подкармливать, то плодов будет мало. Ну вы поняли ход моей мысли, и опять, как вы будете его поливать, как вы будете ухаживать, будете ли вы его подкармливать, вот здесь они у меня без полива, я уже говорила, что я иногда поливать успеваю, ой, не успеваю, забываю, и поэтому кустики у меня здесь компактные, но все равно, они вот смотрите, как яблоки все увешаны, это вот все штамповые сорта, и они все спеют, это без полива, без нормального, но если вы будете поливать, если будете подкармливать, чем-то опрыскивать, может по листу, какими-то микроэлементами, добавками, то опять же банка будет больше, чем в полусухую, когда он будет расти, поэтому точного ответа на этот вопрос, как всегда, дать я вам не могу, единственное, я скажу, все зависит от объема тары, от качества грунта, от вашего внимания и ухода, сколько времени вы будете посвящать своему томату, вот столько он вам даст и плодов, возможно, он вам даст столько плодов, что даже в одну банку не войдет, надо будет две, больших, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это вот про то, какой урожай дают томаты, которые для открытого грунта предназначены, если их выращивать на балконе, ничего не зависит от перемены мест, видите, как они все хорошо, уличные томаты плодоносят у меня, это несмотря на то, что они у меня здесь вторичные, в первую очередь я ухаживаю, конечно, за огородными, а это у меня просто как экспонат, чтобы показать людям, что на балконе тоже хорошо вырастают томатики, вот уже можно было бы и деток порадовать, если бы он у меня был, например, единственный, салаты есть, можно, конечно, потом и засолить, все, Клава, ухаживайте за своим томатом и он даст вам много плодов.